И уже через 4 года превратился в самую крупную сеть нашего города, сеть фитнес-клубов «Диолинга». Я думаю, что многие знакомы с этим фитнес-клубом, кто-то ходит, тренируется. До сих пор клуб успешно работает, принимает своих клиентов и радует гостей своими услугами. На протяжении всей работы в сети фитнес-клубов я был управляющим, то есть полностью разрабатывал концепцию клуба. Это подбор персонала, то есть та система, в которой работал клуб. По сути, сейчас клуб существует в той системе, что изначально было запущено. На данный момент основная деятельность моя – это персональный тренинг, то есть от работы управления клуба я отошел. Когда клуб уже запущен и самостоятельно работал, я уже больше перешел в такую сферу, как персональный тренинг, консультации по питанию, консультации спортсменов, предсорвновательная подготовка спортсменов-бодибилдеров и девушек в категории фитнес-бикини. То есть от и до подготовки спортсменов. То есть на тот момент мне больше показалось интересным эта сфера, и я в ней до сих пор развиваюсь. Ну, тема фитнеса у нас сегодня будет затронута устроенно. Основная тема, на которой я хотел сегодня поговорить с вами, мне кажется, она немаловажна в наше время, особенно актуальна, это тема инвестиций. Для меня эта тема стала актуальной два года назад. И одна из сфер, так скажем, инвестиций, куда я инвестирую, это на тот момент мне показалась интересной тема блокчейн-технологий. И именно в этой сфере я развиваюсь сейчас параллельно с своей профессиональной деятельностью. Одним из инструментов, который сейчас на данный момент я рассматриваю как инвестиционный инструмент, это холдинг Амер Кэпитал. С холдингом я уже где-то на протяжении полутора лет очень успешно развивается компания. И мне как инвестору, в принципе, все очень нравится. Развитие компании, то, как компания справляется с своими планами, с тем, что додумано. Более подробная информация по работе компании, по тому, что предстоит сделать, то, что сделано уже, то, что выполнено. Я хотел бы, чтобы об этом рассказал мой партнер непосредственно по компании. Это финансовый консультант, профессиональный инвестор и просто мой друг, который мне помогает развиваться в этой компании, Антон Диагерев. И я хочу ему передать слово. Антон. Да, отлично. Ребят, всем добрый вечер. Спасибо большое за твое превью. Отличное превью. Кстати, я занимаюсь бодибидлингом, спортом непосредственно с Юрием. Очень хороший тренер. У нас подготовлен некоторый бонус в конце нашей презентации, но об этом чуть позже. Друзья, у меня огромная просьба, пока не писать в чат, чтобы мы не откликались. Ну что, немного расскажу о себе. Меня зовут Диагерев Антон. Все наши контакты на экране можете заскринить, потом добавить нам непосредственно в чаты, непосредственно добавиться в Инстаграм. К Юрию, ко мне и так далее. Я являюсь инвестором профессиональным с 2015 года. За это время, я вам честно скажу, я прошел огонь, воду и медные трубы. И много потерял. Потерял порядка полумиллиона рублей. Я к этому отношусь как заплатил за обучение. То есть, таким образом. И, соответственно, раньше, до этой всей деятельности, я был успешным предпринимателем и ведущим мероприятием. К 30 лет, в 30 лет мне пришло такое, не знаю, там, свыше, что нужно пересматривать свою финансовую составляющую, нужно пересматривать свои доходы, нужно пересматривать свои расходы, нужно откладывать, нужно генерить, создавать свой денежный поток. И всем вот этим, чем я сейчас занимаюсь, мне способствовало знакомство с технологией блокчейн, с криптовалютой. Ну и дальше по накатанной я начал изучать новые тренды, вплоть до того, что там и торговал, и управлял капиталом в несколько миллионов рублей. Вот, но принято для себя историю такую, как просто стать инвестором и увеличить свой капитал. Итак, прежде чем приступить к нашей презентации, я обещал вам двух специальных, я обещал специальных гостей, но получилось у нас два специальных гостя. Это мои друзья, один друг у меня живет в Самаре, это Андрей Гипаев, он как раз записывает нашу конференцию, является амбассадором компании Амир Капитал. И друг, который живет в Москве, Сергей Олежков, он, Сергей, поправьте меня, пожалуйста, если я, может быть, не прав, будет, по-моему, ты международный уже амбассадор. Я предоставляю, давайте по иерархии сначала Андрею предоставляю слово, а Андрею уже предоставить Сергею слово, прям два слова, ребят. Скажите, пожалуйста, и обозначите. Да, здравствуйте. Спасибо, вернее, тебе, Антон Большущая, за то, что представил так обширно. Все очень просто, мы с Антоном дружим давным-давно и познакомил нас как раз инвестиционная деятельность. Дело в том, что в свое время, на несколько лет назад, я оказался в Москве в должности директора по развитию одного из инвестиционных фондов, которые тогда только-только появлялись. И это, собственно, был мой первый опыт. Важный, богатый, но в чем-то негативный, потому что фонд тот благополучно прекратил свое существование. В отличие от фонда Амир Кэпитал, который сейчас и в то время существовал, и продолжает работать сейчас. Вот именно так мы и познакомились с Антоном, он давний и надежный партнер в Амир Кэпитал, он недавно, уж Антон, извини, я, конечно, не могу, я обязательно это скажу, ему был вручен приз, он скажет, какой потом сам, за вклад в развитие Амир Кэпитал. Дело в том, что в 2019 году Антон Зягилев оказался лучшим, как бы это сказать, партнером, привлекшим наибольшее количество подпартнеров в компанию Амир Кэпитал. На секундочку, это как раз по всему фонду. Вот такие люди у нас в структуре, поэтому я этим очень-очень-очень сильно горжусь. Спасибо тебе, Антон, что когда-то появился в моей жизни. Вот. Про себя сильно рассказывать не буду, основной я рассказал, я являюсь портфельным инвестором сейчас на данный момент, имею, ну, достаточно богатый опыт, имею свой собственный чек-лист по отборке инвестиционных инструментов. Поэтому, да, конечно же, мы все теряли, без этого точно никак, но вот именно благодаря этому опыту, благодаря этим ошибкам и был наработан как раз тот чек-лист, который сейчас, вот в данное время, в прошествии нескольких лет упорного труда, дает возможность правильно, с наименьшими потерями и наибольшим попаданием отбирать инвестиционные инструменты. И именно поэтому мы сейчас презентуем неспроста Амир Кэпитал. Это один из, для меня это, например, основной сейчас инструмент, куда я инвестирую. Вот. Поэтому обо мне хватит. Я сейчас с удовольствием представлю, предоставлю слово Сергею Олежку, которого тоже жизнь свела меня именно в Москве. И он мой надежный и верный товарищ, международный амбассадор фонда Амир Кэпитал и мастер науки СЮЦАЙ по региону в Москве. Сейчас он про себя расскажет более подробно. Сергей, прошу тебя. Друзья, всем огромный привет. Благодарю Антона, благодарю Юрия, благодарю за такое представление Андрея и всех участников. Благодарю, что вы сегодня пришли, выделяете время. Это очень круто. Конечно же, с первого раза, когда я ознакомился тоже с фондом Амир Кэпитал, и это было более двух лет назад, у меня были сомнения, и как у любого, наверное, кто сейчас, наверное, первый раз слышит. Но, поверьте мне, за это время я познакомился с Маратом Мэмбаевым. Я работал вице-президентом когда-то в свое время в этом фонде, и еще знакомился с его со всеми партнерами. Виталий, мы вместе. Спасибо. 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 У Сергея звук пропал. Знакомился я со всеми в Казахстане. Это, наверное, президентство этого, наверное, слава и лошадь. Друзья, выключите микрофоны, пожалуйста, если не трудно. Андрей, ты как организатор можешь выключать всем. У тебя там есть кнопочка, нажми на кнопочку. Благодарю. Микрофон, Сергей, выключи, пожалуйста, Андрей. Да, ты всем выключай, только мне не выключай. Я знаю Марата Мэмбаева, всю его семью знаю, знаю всех руководителей, всех отделов. И если вы разберетесь, позволите себе время в этом разобраться, вы поймете, что этот фонд действительно является одним из лучших, я считаю. И тоже это один из моих основных инструментов. Кроме этого, я как цифролог, а важно дата рождения у меня каждого человека. Я разбирал и смотрел дату Марата Мэмбаева. И то, что он делает, все совпадает. И я на 300% в этом фонде. Поэтому, друзья, слушайте, что рассказывает сегодня Антон, что рассказывает Юрий. Это один из лучших инструментов. Инвестиции – это всегда риск. Но то, что мы здесь находимся, и то, что мы понимаем, как растет компания, сколько всего открывается новых продуктов, и как компания развивается на рынке. Я сам непосредственно участвовал в нескольких проектах, в основании их. И они еще на год только двигаются. Мы разыгрываем «Мерседес». Я уверен, расскажет сейчас Антон про «Санни Мэн». Сейчас мы, как амбассадоры, будем набирать мастер-майнд-группы, участвовать в проектах на Ютубе. Много инвестиций в это вкладывается. Но кроме этого, есть трейдеры, которые трейдят. Есть постоянно анонсы и постоянное общение с самими трейдерами. Показывается, как ведется работа. Все прозрачно. Разбирайтесь. Всем рекомендую. Большая благодарность ребятам, что дали слово выступить. Если будут какие-то ко мне вопросы, тоже без проблем. Мои контакты у Антона есть, у Юрия есть, у Андрея. Всегда все расскажу, подскажу. В рамках 10-15 минут могу объяснить, какие у меня инвестиции, как я им управляю. Поэтому хорошего всем просмотра, хорошей всем информации. Всем удачи. Сергей, спасибо большое за вступительное слово. Андрей, тоже спасибо за вступительное слово. Ну что понеслась. У нас по таймингу с вами буквально час, наверное, мы будем разбирать. Запасайтесь чаем, кофе. Быстро пройдем по презентациям. Ну а дальше будет у нас вопрос-ответ. Я думаю, что мы сделаем следующим образом. Мы будем блоками рассказывать про компанию. Дальше мы будем задавать вопросы. Или в конце, Андрей, как думаешь, в конце будем задавать вопросы? Да, конечно, в конце. Да, давайте в конце. Итак, мы представились. Поехали. Итак, друзья мои, давайте начнем, наверное, с того, что такое инвестиции. Я взял за основу... Ну и как, собственно говоря, прийти к такому инструменту, как инвестиции? Я взял за основу «Семь правил денег» из книги. Очень, кстати, рекомендую ее прочитать. «Самый богатый человек в эллионе». Это книга, которая перевернула полностью мое сознание, полностью мое мышление. Это вообще начальный этап, с которого вы должны и обязаны начать инвестиционную деятельность свою. Значит, «Семь правил увеличения своего дохода». Начните наполнять свой кошелек. Это первое, к чему я вас призываю. Соответственно, начните просто следить за тем, что, откуда, как вы берете свои деньги, как они у вас поступают, и научитесь сами себе платить зарплату. Сейчас мы раскроем эту тему дальше. Следующий момент. Обязательно в рамках нынешней вообще экономической ситуации, да и вообще всегда, надо следить за своим расходами. Все наши желания, все наши «хочушки», как их так называем, это вообще бич общества, потому что мы страдаем всегда. Знаете, есть такой очень интересный автор песен и исполнитель Джах Калит, он сказал очень гениальную вещь, классную. Я, в принципе, с ним полностью согласен. Бог нас наградил всем, но он наградил нас такой некой жадностью, нам всегда чего-то не хватает. Поэтому вот это вот «всегда чего-то не хватает» вы должны контролировать. Это, соответственно, будет контролировать ваш расход. Дальше. Следующий этап. Заставить свои деньги умножаться. Заставить свои деньги умножаться через разные инструменты. Это может быть какая-то инвестиционная деятельность. Это может быть, я не знаю, опять-таки, деньги в долг давать риск. То есть нужно разбираться и выискивать какие-то инструменты для того, чтобы они начинали умножаться. Потому что если они у вас будут лежать мертвым грузом, если они будут у вас лежать, например, в банках, то в банке, например, невыгодно держать процент инфляции намного выше, чем те проценты, которые дают банки. Например, там, если я не ошибаюсь, в долларовом эквиваленте в банке сейчас ставка, по-моему, 0,5 или 1 процент. Ну, это нищенская ставка по сравнению с тем, что дает, например, тот же самый Амир. Хотя деятельность ведут ту же самую, абсолютно, что в банке. Они являются компанией, которая управляет вашими деньгами. То есть мы даем доверительное управление. Что Амир капитал, да, то же самое. Только у нас разные статьи расходов. Оберегайте свои сбережения от потерь. Ну, например, что это значит, оберегайте свои сбережения от потерь? Например, допустим, я для себя установил правило, что я не даю деньги в долг вообще никаким образом. То есть потому что, ну, когда ты отдаешь свои деньги, получаешь обратно чужие с негативной энергетикой. Ну, за исключением, конечно же, родственников. Стараешься постоянно контролировать отток денег, выбор того или иного инструмента обязательно изучаешь. То есть это тебе сократит твои потери. Уложите свои инвестиции в недвижимость. Ну, смотрите, я бы тут дополнил, конечно, не только в недвижимость. Недвижимость – это инструмент, который помогает сохранить твое сбережение. Но, опять-таки, в зависимости от того, какую функциональность несет твоя недвижимость, ее можно еще и как инвестиционку использовать. Недвижимость, там, не знаю, автомобиль, который, например, тебе зарабатывает деньги и не является пассивом. Там, золото, да, тоже может сохранить для сохранения, подойти из твоих средств. Обеспечьте себе доход на будущее. Очень важно при приумножении денег думать на перспективу. Потому что, если вы будете ограничиваться каким-то определенным этапом, да, то есть, например, ну, я приумножаю, там, один год или два года, все, мне достаточно. Вы, в какой-то момент, да, вот у меня был разговор с одним инвестором, мне говорят, двух миллионов в плате. Я говорю, ну, понимаешь, что, когда ты будешь, дойдешь до этапа два миллиона, если ты не будешь дальше увеличивать свой капитал, то деньги у тебя будут обесцениваться, просто обесцениваться. Поэтому ты должен всегда быть в тонусе, всегда часть, например, забирать денег, а часть дальше реинвестировать. То есть, увеличивать, увеличивать, увеличивать. Я сделал расчет, и где-то при сумме 7 миллионов рублей у вас уже в геометрической прогрессии вы будете уже очевидно видеть приток своего капитала. То есть, примерно 6-8 миллионов – это та же цифра, при которой вы будете уже ощутимо видеть приток капитала. Ну, и, соответственно, исходя из своих хачушек, сколько вы будете от этого забирать, дальше будете умножать. Расшите свои возможности для заработка. Смотрите, друзья, очень часто я слышу такую фразу, как, ну, у меня нет денег на инвестиции, у меня нет денег на то, чтобы отложить. Ну, просто нет. Вот эти все 6 предыдущих пунктов, если вы внимательно прочитаете, как минимум, там, процентов 10-20 вы сможете найти у себя в кошельке, если пересмотрите свой финансовый план. Первые инвестиции. Например, самый простой способ, самый простой способ, с чего начать, где взять деньги. Ребят, следующая картинка вам все покажет. Я могу сказать, что если вы домой придете, ну, или сейчас вот на самиозалекции, возьмите, переберете, пересоберете свои вещи, зайдете на балкон, посмотрите, что у вас там лежит на кухне, что на балконе, что в комнате, что в туалете, ванной, вы, как минимум, соберете себе первый капитал и можете начать инвестировать. Потому что вот я, например, переразобрал свой план и все выставил, ну, еще не все, конечно, до конца, но выставил большую часть на Авито. И вот посмотрите, какой мой результат. 42 тысячи, на 42 тысячи я уже продал товары. Может являться первой инвестицией? Может. Потому что это валяется у меня на полу моих денег. Вот и все. То есть я понял, что деньги должны работать, соответственно, продал, запустил в инвестиционные инструменты. Более подробно мы можем там обсудить финансовый план и где взять первые инвестиции, непосредственно там, когда вы мне напишите, ну, или напишите своему наставнику о компании Амир Китал. Двигаемся дальше. То есть нет ничего невозможного. Что же такое Амир Китал? Амир Китал, для меня Амир Китал – это два года успешных инвестиций. Значит, я познакомился, как уже Андрей говорил, непосредственно с компанией, по-моему, в октябре 2018. Нет, раньше, буквально раньше, да, гораздо раньше. Я очень присматривался, где-то месяца два, наверное, присматривался, к этой компании там изучал, задавал какие-то каверзные вопросы непосредственно руководителю, Марату Мамбарину, об этом чуть позже. Ну, и принял на себя решение, что я буду работать совместно с этой компанией, потому что Амир Китал, видя, как он развивается, эта компания превращается реально в холдинг. Поверьте, это прям реально холдинг, который растет, разрастается, там очень много инструментов, которые уже приносят какие-то свои деньги, но основной, конечно, инструмент – это трейдинг. Значит, компания имеет все европейские лицензии, а компания зарегистрирована в Эстонии. Первая лицензия была непосредственно получена кипрская, для того, чтобы узаконить хоть как-то свою деятельность. Дальше компания лицензировалась в Эстонию, то есть это все можно проверить, продлить, на сайте вся информация это есть. Ну, я ее добавил сюда, в презентацию. Значит, двигаемся дальше. При отборе того или иного инструмента я всегда смотрю на руководствующий состав, да, кто управляет, как управляет. Это очень важно, потому что если вы будете видеть в человеке, который управляет компанией какого-то, ну, спекулянта или там человека, который, ну, с какой-то там своей изюминкой, да, гнильцой, то вы, соответственно, просто-напросто, ну, не пойдете в эту компанию. Вот. С Маратом Инпаевым я обознакомился, как я уже сказал, через Андрея Кипаева. Человек, ну, реально гениальный. То есть я в некоторых моментах с ним был не согласен, но по истечении времени, по истечении времени, я просто-напросто пленил его подход. И, ребят, вы не поверите, но сколько с моей стороны было хейта, да, в его сторону, он все это вытерпел, да, я, если он будет смотреть, приношу свои извинения, я такой еще инвестор, вот. Но, тем не менее, я работаю в компании, достигаю каких-то определенных результатов, это радует меня, награждает. Ну, и Марат Макбаев реально очень гениальный человек. Мы познакомились, я ездил к нему в Москву, там, в офисе мы очень там долго разговаривали. Значит, следующий этап знакомства поднялся до всей команды, это был Казахстан, да, мы приезжали в Казахстан. Вы знаете, человек, который... Вот когда мы отдыхали, да, мы идем, например, отдыхать куда-то там, покушать, там, мы жили в отеле, человек идет торговать, да, вот. Я вот отписываю его. Мы идем там куда-то в кафе, человек идет торговать, да, причем он так скромно, аккуратно там сядет за столиком и на компьютере торгует. Лично я видел все, ну, многие сделки, я видел кабинеты, в которых отображены крупные, очень суммы, да, я видел там сделки на 4 тысячи эфиров, на 5 тысяч эфиров. То есть могу сказать, что деятельность реальную компания ведет. Я в этом вообще не сомневаюсь, но опять-таки, да, мы возвращаемся к тому, что Сергей Олешко говорил, это инвестиция равно риски, да. Об этом мы чуть позже поговорим. Значит, Марат Манбайев, муж-муж, отец пяти детей, основатель экосистемы Амир Капитал Групп, инвестор, трейдер, ну, вот все его легальные. Чуть позже можете запросить презентацию, я вам скину ее, можете подробнее познакомиться. Да, кстати, посмотрите, обязательно рекомендую интервью с Маратом Манбайевым, live, Амир live. Итак, авторская система Марата Манбайева. Не секрет, что один из инструментов, успешных инструментов в компании является трейдинг. Так вот, Марат Манбайев сумел сделать нереальную вещь, это совместить 12 команд, разных команд, с разных стран, воедино передать им часть наших инвесторских денег и, соответственно, сделать так, чтобы наши деньги приносили дивиденды. Вот. За этим, за всем, соответственно, следит интеллект искусственный, плюс подключается, если нужно, там Марат. Я был, кстати, на одной из, даже нескольких, наверное, встреч, вместе с трейдерами, ну, там летят все, то есть, кровь, кожа сдирается с трейдером, там все там очень жестко, потому что Марат очень бдит за деньги на инвестор, очень бдит, и, поверьте. Значит, ну, вот, собственно говоря, человек открыт, вы можете также заскринить, подписаться на его инстаграм, то его, ну, еще раз говорю, я не знаю, сейчас он скрыл, не скрою, но вплоть до того, что у человека на соцсетях, там, месте, его там, контактные данные, сотовая связь и так далее. Вот, двигаемся дальше. Значит, что такое Амир Капитал? Это целая экосистема, это то, к чему мы идем. Понятно, что мы сразу не можем, там, щелкнуть вот так вот пальцами и сказать, вот у нас все, да, мы терпим какие-то победы, мы терпим какие-то поражения, не все, бывает, все заходит сразу, бывают, там какие-то там шаг, может быть, два, компания там делает назад, чтобы сделать там 10-20 шагов вперед. Итак, вот мы видим эту экосистему, опять-таки, тоже можете заскринить, познакомиться. Кстати, у нас будет дополнительный материал, брошюра, где расписана презентация, краткая презентация каждого из проектов, потому что Амир Кэпитал вкладывает, да, трейдинг это здесь и сейчас, но опять-таки, мы рассматриваем долгие инвестиции, средние инвестиции, потому что, если трейдинг будет, ну, приносить меньше дохода, то у нас в перспективе будут инструменты, такие, которые могут приносить, ну, определенные деньги в определенное время. Ну, тот же самый, например, Аркс Копани, он связан там с неближностью, компания инвестирует в недвижимость, соответственно, мы на этом, как инвестор, тоже зарабатываем. В общем, мы зарабатываем со всего, что делает Амир Кэпитал. Да, Амир Кэпитал Групп, перед тем, как перейти дальше, я хочу вам запустить видеоролик, короткий, он расскажет вкратце, как генерится прибыль, как она распределяется, компания Амир Кэпитал. Сейчас буквально. Секунду. Благодаря. Сейчас, или от секунды. Это презентация компании Амир Кэпитал, движение ее финансовых потоков. Очень познавательное видео. Благодаря авторской надежной системе трейдинга Марата Лупаева, Амир Кэпитал выросла в целую экосистему финансовых инструментов, где вы можете инвестировать средства в трех криптовалютах USDT, Bitcoin и Ethereum. Все инвестированные средства изначально попадают в оперативный холодный кошелек, откуда распределяются в две группы, чтобы уменьшить риски убытков и увеличить доходы. Активы первой группы это 10% от общего капитала, которые инвестируются в недвижимость, ценные бумаги, предметы искусства, драгоценные ценности, Apple, Binding. Активы второй группы это 90% инвестируемых в 65 топ-криптовалют. Криптовалюты принимают участие в долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных инвестициях на 23 биржах под управлением постоянного штата трейдеров, которые формируют ордеры. Для трейдеров разработана программа TraderGramm. Программа для централизованной работы трейдеров в нескольких биржах с контролем рисков. Благодаря этому риски каждого трейдера не превышают в неделю более 2% и внести не более 6%. А даже при наступлении этих рисков они покрываются из стабилизационного счета, что позволяет инвесторам всегда оставаться в плюсе. Из 100% дохода 25% забирают трейдеры, из которых 12,5% их стабильный заработок и 12,5% бонус за прошлый период за вычетом образовавшихся отклонений от планов. 75% остатка распределяется далее. 26% из которых это расходы на компанию, 35% принадлежит инвесторам и сразу начисляются в виде доходности на их счета. 14% распределяется инвесторам в программе финансового развития Sunrise Product. Ну что, друзья, это была презентация финансовых потоков компании Amir Capital. Вкратце, в ней можно понять, что компания хеджирует свои риски за счет того, что распределяет их в разные инструменты свои. Ну и, соответственно, там, да, как вы видели, это и брокерская деятельность, и трейдерграмм, это уникальная система. Но об этом чуть позже я расскажу. Посмотрим дальше. Значит, доходность за 2018 год. В компанию можно инвестировать в трех валютах биткоин, эфир и доллары, USDT, стейблкоины. Значит, для меня биткоин и эфир это инструмент как акция. Да, я своим ресторам говорю, ребят, если вы готовы ждать там 3, 6, там, 8 лет, то вкладывайте, как инвестора, вкладывайте биткоин в эфир. Если вам деньги нужны здесь и сейчас, то, соответственно, вкладывайте там стейблкоин, USDT. Ну, либо диверсифицируйтесь по вот этим трем направлениям. Соответственно, как мы видим, 50, сумма процентов за 2018 год, не полный 2018 год составил в биткоине, это простой процент, 84%, 96%, в эфире 96% по долларам, USDT. Я буду USDT называть доллары. В сложном проценте, это процент на процент, соответственно, это 130, 159, 156. за 2019 год доходность составила, но это чисто доходность за 2019, не учитывая предыдущий период. мы берем сейчас доходность именно без учета 2018. Соответственно, вы видите цифры по 2019 году. А вот в мае у нас 29, 22, в доллары было вообще замечательно. итак, что же предлагает Амир Капитал? Амир Капитал предлагает три раза счета. Это счет накопительный, счет проект и счет ПАМ. Ну, про счет ПАМ давайте с конца начнем. Счет ПАМ это инструмент интересный, который для крупных игроков, для крупных инвесторов от миллиона долларов. Соответственно, вы, имея миллион долларов, можете разместить их на своей крепкой биржи, наши трейдеры подключатся по IP-ключам, ну, и, соответственно, могут торговать. Не знаю, сколько сейчас счетов, но на 2019 год, насколько я знаю, порядка 10-12 счетов было в компании Мир Капитал, это конфиденциальная информация. Значит, счет Брайт, это счет я провожу с аналогией, например, как Субербанк положил в деньги и под определенный процент, соответственно, имеешь возможность получать ежемесячный процент, он зависит от срока вклада. То есть, чем больше срок вклада, соответственно, ты, тем больше ты можешь получить денег, то есть, начиная от 2,5% заканчивая там 6%. Ну, вот мы, для примера, подсчитывали, кстати, там можно вкладывать как с капитализацией, так и без капитализации. С капитализацией значит сложный процент, то есть, вы положили, например, на 5 лет, к примеру, и 5 лет не трогайте деньги, а через 5 лет получаете проценты и свое основное тело. Без капитализации это каждый месяц вам капает на кошелек процент, но тело остается работать. Соответственно, для примера, считали 96 месяцев, это 8 лет. с учетом капитализации, если вы положите, например, там 200 долларов, то у вас получится, так нет, обманываю, 400 долларов. Мы считали, 400 долларов по курсу там 65, по-моему, мы рассчитывали еще там, когда будет была цена доллара, 65 к рублю, там получалось около 5 миллионов рублей, 5 с копейками. То есть, положив там, рискнув, однажды там в 400 долларов, через 5 лет вы можете там получить там 5 миллионов, да, компании важны и интересны долгие деньги. То есть, как и любому инструменту, как и любой компании, важны очень долгие деньги. Чем дольше они лежат, тем больше компания может заработать на них и снизить риски на свою компанию. Значит, ну и счет накопительный, популярный счет в компании, это когда ты кладешь деньги, получаешь каждую неделю процент, каждую неделю там, от 0,1 там, до, по доллару на вкладу было до 12% за неделю. Ну и если ты кладешь и, соответственно, не трогаешь, что у тебя идет каждую неделю капитализация, каждую неделю у тебя начисляется процент и увеличивается уже на следующей неделе тело депозита. Соответственно, битки в эфире в долларах. Счет брайд только в долларах принимается. Так. А, кстати, счет накопительный, там доступен вывод. Там доступен вывод. Каждый, ну, в течение, например, недели вы можете закинуть заявку, ну, а в течение следующей недели вам поступают деньги на кошелек и дальше вы им полноценно распоряжаетесь. Значит, вот мы сказали, старый слайд еще более, у нас на данном этапе более 10 тысяч негисторов со всего мира. Возможность открывать любую сумму с каждой ежедневной начисления вывода об этом тоже сказали. Так, про распределение дохода. Да, ну, давайте я объясню эту таблицу. Значит, очень важно понимать, как зарабатывает трейдер, потому что, ну, сколько платится. Соответственно, компания зарабатывает, ну, трейдер зарабатывает 25%. смотрите, вот этот кусочек они получают гарантированно, а вот этот кусочек, вот, 12,5, у них остается на подстраховку. То есть, грубо говоря, Маран сделал следующим образом, да, если ты наторговал хорошо, ты получил свою премию, ну, в прошлом периоде, свою 12,5 трейдер. Если ты, 12,5%, если ты наторговал плохо, то ты, друг, извини, команда, извини, вот эти 12,5%, они идут на выплату инвестора. То есть, соответственно, риски, расходы, которые получили мы по твоей торговле, они перекрываются твоим, грубо говоря, гонораром. Поэтому это позволяет сделать следующим образом, да, риски сведены вообще к минимуму. То есть, у нас за весь период один раз только компаний за неделю не начислено нисколько, то есть, ну, по нулям было. Вот остальное все время компания начисляет, дает ревиденты, потому что очень жестко относится к политике расходов, очень жестко относится к политике выплат, зарплат и так далее, ну, и трейдерам в том числе. Значит, ну, понятно, компания должна что-то зарабатывать, это прибыль компании 10%, 8,5% офисный расход, ну, операционный, я так называю, и 7,5% идет непосредственно в страховой счет. Да, у меня, по-моему, нет, в этой презентации нет, но по последним данным отчет Марата Монбайева перед инвесторами, компания имеет порядка 700, по-моему, тысяч долларов страхового фонда, порядка 600, что ли, по-моему, биткоинов, да, и там несколько тысяч эфиров, то есть это те суммы, которые уже отложены на страховую счет, потому что на рынке можно произойти все, что угодно, а инвесторам нужно будет выплачивать проценты, и, соответственно, дивиденды, и тело депозитов. Двигаемся дальше. Так, 35 у нас идет, кстати, доход инвестору, то есть если компания зарабатывала 100%, из них 35 идет инвестору, 14 идет на Sunrise программ, это партнерская сеть, партнерская программа, о ней расскажем чуть позже. Так, ну, по этой картинке вроде все. Да, вот оно, 100%, из них 35. Все, да, двигаемся дальше. Ну, как я уже сказал, брать счет, пожалуйста, разные количество месяцев, разные определенные проценты. Смотрите, допустим, стоимость учебы составляет там 14 тысяч долларов, вот, для примера, да, у вас есть ребенок, которому там через три года, например, надо идти в какое-нибудь учебное заведение, вы решили ему накопить. Значит, за три года до обучения вы кладете три тысячи долларов на счет брать капитализации. И через три года каждый месяц у вас получается там плюс четыре с половиной процента, с учетом капитализации у вас получится четыре с половиной тысяч долларов. То есть, вы, в принципе, оплатили обучение ребенку, купили обучение за три тысячи долларов, да, проплатили. Хорошо? Хорошо. Ну, я вам скажу больше, у нас есть некоторые инвестора, которые даже машины покупают и квартиры покупают, там, например, в расстройку либо ипотеку, а кладут деньги на счет брайк, там, например, на восемь лет под шесть процентов, ну, и оплачивают, соответственно, ипотеку, кредит вот этими процентами. Но, но, ребята, очень аккуратно будьте кредитным. Я не рекомендую использовать кредитные деньги. Я, например, как инвестор могу их использовать, потому что я знаю, как, ну, хоть жировать свои риски. А если неопытный игрок, неопытный инвестор, он может потерять все сразу, да, не остаться еще из кредита. Так, ну, вот, на примере пяти миллионов долларов, да, пять миллионов долларов на восемь лет под шесть процентов, пожалуйста, вуаля, вы миллионер. Хотите, верьте, хотите, нет, но это действительно так. И я вам скажу следующим образом, очень много миллионеров, да, если они там расписывают свой план, там, на восемь, десять, пятнадцать лет, они усердно как-то работают, да, и становятся миллионером за счет того, что у них там растет, приращивается капитал. Вот, здесь работает тоже та же самая абсолютная история. Так, особенности счета. невозможно пополнение, то есть, если вы положили определенную сумму, все, она работает. Она работает либо с капитализацией, либо без капитализации. Частичное снятие невозможно, только можно получать проценты снимать, пролонгация непредусмотрена. То есть, условия сразу объединяйте сами для себя, но это не запрещает вам открывать несколько прочитов. Так, варианты начисления выплат. Это тоже сказал, на пришлет с капитализацией по расчету. Я думаю, что это в индивидуальном порядке можно обсудить. Опять-таки, если есть инвесторы, которые обладают таким капиталом, то, соответственно, можно обратиться к своему наставнику или, например, вам, чтобы мы связались с руководством для передачи. Так, гарантии инвестиционной компании. Во-первых, как я уже сказал, компания европейская имеет лицензию, эстонскую лицензию. Значит, имеется договор оферты между компанией и, соответственно, между инвесторами. Это такой европейский подход. Соответственно, я думаю, что в дальнейшем при каких-то определенных, ну, это мое личное желание хотелось бы, что если какие-то крупные инвестиции, может быть, там как-то заключать договор. Хотя, например, если взять компанию Arson Company, которая входит в состав холдинга Amir Capital, с ними по недвижимости заключается договор займом. То есть, там все прозрачно. Страховый фонд, мы сказали, 20%, это как раз 70,5%, который откидывается, и 12,5% стабилизационный фонд, из которого выплачивается там зарплата, грубо говоря, трейдеру. Диверсификация активов, разные направления, мы вспоминаем картинку экосистемы, то есть, разные направления компания определяет, да, то есть, сейчас я вам скажу, там, у нас Yamir Sell есть, и Arx Company, фастер, блокчейн, криптоинвестор, кошелек свой собственный на Google Play, и так далее, и так далее. Да, плюс, своя, собственно, биржа сейчас разрабатывается. Так, распределена работа трейдеров. Тоже сказали, что разные страны, разные три временных зоны, автоматизация, полный контроль. Прозрачность всех транзакций, полнующие блокчейн, как антификации. Компания заботится о своих клиентах, своих инвесторах, поэтому постоянно работать над безопасностью. То есть, как минимум, мы защищены двух факторов антификации, как минимум, мы защищены несколькими этапами проверки. Так, больше бонусов инвестора. Значит, Solar, это криптовалюта, внутренняя криптовалюта, может быть, свет включить? Solar, это криптовалюта, внутренняя компания AmerCapital Group. Это то, что мы получаем в виде бонусов. Это то, что мы получаем в виде бонусов и, соответственно, то, на что мы можем покупать какие-то товары в нашем медиамаркете внутри компании. Например, учитывая, что у меня есть определенная структура, я получаю в каждом месяце определенную сумму саларов. Я могу потратить на какое-то обучающее видео, либо на какой-то товар. Лично я, вот по себе скажу, я обмениваю это на товар, продаю, честно говорю, и, соответственно, запускаю инвестиции. То есть, для меня важное понимание такое, что мне важно создать свой капитал. есть цель за три года создать определенный капитал, по которому я смогу свободно жить вообще в любой абсолютно стране. И Амир Кэпитал помогает мне это сделать. Это один из моих основных инструментов. Салар предполагается, что будет, да, было заявлено, что станет некой полноценной криптовалютой, которая будет на рынке, на биржевом рынке, на бирж. Как получить салар? Сейчас, чуть позже, вот следующий, наверное. Да. Значит, за что можно получить салар? Салар получает инвестора за определенную деятельность. допустим, я получаю за то, что в моей структуре сохраняется оборот, и на каждые 10 тысяч долларов, которые у меня пролежат в обороте, я получаю по одному салару. То есть положил человек, например, 1 числа месяца 10 тысяч долларов, они пролежали у него к концу, то есть он не снимал, меньше суммы не было, не падало, не снимал, через там 30 дней я получил там один салар. Ну и так далее. Чем больше у вас, собственно говоря, инвестиционная структура, то тем больше саларов вы получаете. На каждые свои 10 тысяч долларов приезжавшие компанией Амир Кэпитал вы получаете два салара. Компания вас вознаграждает за это. Ну и за наполнение каких-то промоушенов, акций и так далее. Вы получаете тоже определенное количество саларов. Так, ну вот, смотрите, что можно приобрести за саларом. Можно все что угодно, начиная от кормушек для собак, заканчивая телефонами. Мы работаем уже напрямую с некоторыми подрядчиками, которые предоставляют товар под вот эту историю. значит, было даже, у нас даже было золото, но сейчас не знаю, по какой причине убрали, может быть, там, амбассадор расскажет. Так, двигаемся дальше. Ага, вот. Ну, вот здесь я бы хотел подключить своего друга, партнера, Андрея Кипаева, который непосредственно расскажет нам кратко, очень кратко, что мы в регламент успели. По Андрей, ты здесь, да? Андрей. Андрей, Андрей. Да, 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 я включаю микрофон. Пожалуйста, быстро, кратко, очень расскажи, пожалуйста, про мероприятие Амеркепитал, раскрою следующую тему нашей презентации. Андрей, тебе слово. Спасибо. Вот я только хотел подольше душу излить, поговорить здесь людям. Обрубил крылья Антона-то меня. Ну, давайте тогда пробежимся тезисно. На экране все видно, да? Тогда по порядку. Двини, пожалуйста, 10-15 минут максимум, да, чтобы перейти к вопросу. Да, хорошо, не вопрос. Договорились. Значит, по понедельникам у нас, значит, предусмотрено Амир Дайджест. Что это такое? Наши трейдеры выступают перед инвесторами с отчетом за проделанную работу в прошлую неделю. Здесь они рассказывают подробненько, как они заработали процент и какой процент. Ну, и отвечают на все вопросы от людей. Пожалуйста, это говорит об открытости компании. Специально, в общем-то, для этого все и сделано, чтобы инвестора могли прозрачно видеть работу фонда. Автовебинары по вторникам это вебинары, которые, на которых выступают либо амбассадоры клуба, либо действующие инвестора, подав предварительно заявку о том, что они хотят выступить со своей презентацией фонда. к примеру. Значит, команда маркетинга Амир Кэпитал при этом дает им соответствующую рекламу по всем своим ресурсам и, пожалуйста, человек выходит и презентует свою программу. Амир Финанс по средам. Да, это программа, которая выходит в Инстаграм, ведет ее Анечка Скрипко, замечательная девушка, которая приглашает к себе на программу гостей различных, в том числе и амбассадоров, и задает им различные вопросы по финансовой грамотности и о том, как они добились своего успеха благодаря и Амир Кэпиталу и благодаря своей какой-то дополнительной инвестиционной либо основной деятельности. Дальше, в четверг Амир Лайф. Значит, да, по четвергам у нас есть программа, которая тоже заключает в себя интервью с кем-то, проводит ее Дмитрий Жужурун. Сейчас в рамках Амир Лайф, например, вышла такая программа, как «На ковер», где он зовет своих людей из команды Амир Кэпиталу и задает им различные каверзные вопросы, на которые они обязаны отвечать. И, в общем-то, очень интересно. Зайдите, посмотрите. Пятница. Школа амбассадоров. На данный момент ее ведут Николай Кузьменко и Андрей Сиденко, наши очень мощные, сильные амбассадоры, которые подкованы с точки зрения финансовой грамотности очень и очень сильно заметно и делятся в пятницу на Школе амбассадоров своими знаниями. Вот. Ну, а что касается отчетного вебинара, то это вебинар, который проходит один раз в месяц, где наряду с трейдерами, выступающими по понедельникам, выходит еще в эфир и сам Марат Манбаев, который также подводит итоги работы уже за весь месяц и тоже лично отвечает на все интересующие вопросы инвесторов. Пожалуйста, приходите, этот день всегда открыт, задавайте вопросы, интересуйтесь. Антон. Так, да, вот еще есть ряд программ, которые предоставляет наш фонд. Ну, давайте я их тоже освещу. Амир Толкс. Это значит формат, в котором по сути присутствуете вы сейчас один раз в месяц как минимум каждый из амбассадоров обязан провести презентацию фонда с приглашением определенных партнеров для того, чтобы они могли поделиться своими знаниями и своими навыками с аудиторией. Вот то, что сейчас и происходит. в нашем случае это был приглашен Юрий Крючков, который вам сейчас после эфира, вернее после разговора опять же в эфире... Не раскрывай ничего, не раскрывай, Андрей. Все, дальше, пожалуйста. Договорились, хорошо. Тогда поговорим немножечко про игру Криптоинвестор. Я даже подготовил ее. У меня она есть. Видно? Видно ее? Думаю, да. Вот так вот она выглядит. Это игра разработанная командой AmerCapital, которая проводится силами амбассадоров в определенные установленные дни. И у нас есть некий Григорий Литвинов, который ответственен за проведение этой игры. Ему можно задать вопросы о правилах и о том, как в принципе проводится эта игра. Пожалуйста, обращайтесь. Да, я хотел добавить, Андрей, смотри, Криптоинвестор, ты можешь еще раз показать картинку? Криптоинвестор реально очень крутая игра, которую, ну, все вы, наверное, слышали и знаете, такую игру, как Денежный поток. Так вот, по отзывам игроков, я честно скажу, я еще не играл, меня пригласили, мы сейчас обсуждаем дату. По методу, по отзывам игроков в Денежный поток и Криптоинвестор, Криптоинвестор гораздо, гораздо эффективнее, гораздо интереснее, чем Кэшфол. Кэшфол это игра от Роберта Киасаки, известного тренера и, соответственно, инвестора тоже, в том числе, и миллионера. Вот, немного скажу, игра, да, мы можем, кстати, да, мы можем в перспективе сделать как раз свой чат для этой игры и приглашать разных инвесторов с разных структур, команд, проектов и так далее. Значит, игра подвязана к интернету, поэтому мы можем играть, мы вообще ребят с разных вообще стран, серьезно, то есть, мы можем все это делать абсолютно с удочкой мира. Извини, что перебил, поехали дальше. Да нет, ты хорошо, наоборот, дополнил, игра действительно интересная, я прям рекомендую ее попробовать. Дальше, значит, Sunny Club и Sunny Day. Что же это такое? Sunny Club это, по сути, клуб успешных путешественников. Дело в том, что Амир Кэпитал организует для инвесторов и для амбассадоров несколько раз в год выезды за границу, про которые, в принципе, по-моему, ты рассказывал, Антон, если я не ошибаюсь? А, про Японию ты говорил, нет? Нет, про Японию ничего пока не говорил, да, кратко, если можно, спасибо. Ну, в общем, да, это выезды за границу, где мы командой выезжаем для того, чтобы ознакомиться с другими странами, с передовыми их технологами, технологией Янии, в том числе и блокчейн. Вот, и, собственно, в рамках этого клуба предоставляются приличные скидки в зависимости от статуса инвестора или амбассадора на поездку. Зачастую они доходят до того, что инвестор или амбассадор может поехать бесплатно, проживание будет оплачено полностью, и все, что нужно будет сделать, это просто заплатить за билеты авиаперелета и все. Собственно, Sunny Day как раз тот подобное мероприятие, которое должно было произойти в марте, где мы огромным большим пулом инвесторов должны были собраться в Арабских Эмиратах, но не смогли из-за того, что вмешался коронавирус, и, в общем-то, все 300 человек, которые должны были быть там, не поехали, но это было заменено онлайн-трансляциями, в общем-то, всем понравилось, если кто-то из вас присутствовал, я думаю, подтвердит это. Вот. Собственно, если вкратце говорить, то все, еще раз подчеркиваю, все эти поездки в большинстве своих случаев финансирует Амир Кэпитал. Ну, Андрей, я бы не стал так тоже основанно заявлять, финансируют, финансируют они за счет того, что человек кладет деньги, это же не будут валить на организации, мы все собраны здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, поэтому все зависит от вашего инвестиционного портфеля. Вершенно верно, но я же сказал, что это для инвесторов и амбассадоров, и уровень скидки зависит от статуса инвестора или амбассадора, да, я же это сказал. Да, да, то есть, чтобы вы понимали, компания просто так не раздает, потому что она бдит за наши деньги, и она дает возможности как с саларами, да, почему-то, это тебе вознаграждение за то, что ты доверяешь компании, положил определенную сумму, и ты можешь там поехать со скидкой. Именно так. Спасибо. Вот, ну и что, там остался GIF Fest, это мероприятие, которое представляет из себя, значит, огромное, масштабное событие, куда приглашается, там, порядка 500-1000 человек, вот, планировалось провести, например, такое, в ближайшее время, но также из-за того, что коронавирус нам тут попортил планы, он перенесся, пока предварительно, где-то там, сентябрь-октябрь, вот, но это мероприятие, чем примечательно? Тем, что на него будут приглашены известные личности, либо из инвестиционной сферы, либо из сферы бизнеса, шоу-бизнеса, то есть, очень развернутая, интересная программа. Вкратце, это вот то, что из себя представляет GIF Fest, вот, ну а дальше вы поучаствуйте, если на нем, пожалуйста, приглашаем. Антон, я спросил свою речь до максимума, поэтому... Я пытаюсь в развитии, собственно, обид-партнерс, смотрите, вы можете стать участником сообщества, стать инвестором компании и принять участие в Sunrise Program. Sunrise Program, давайте вкратце, это то, что ты можешь получать за свою работу. То есть, я, еще раз говорю, я инвестор, я не работаю нигде, то есть, я хеджирую свои деньги в разные инструменты, в разные проекты, ну и, соответственно, если обучают вам финансовой грамотности, помогаю им ресторан подключаться, понимать, как это все делается, инвестор инвестирует, инвестор, масло, масляный инвестор инвестирует свои средства в Admin Capital, ну и за это компания меня вознаграждает. То есть, на ту часть, да, помните, мы говорили с вами про 100%, 100% заработала компания на инвестиции, на инвестиции, на инвестиции, все, на инвестиции инвестора и, соответственно, с этого заплатила в 14% на тот же самый маркетинг. Ну, это, по сути дела, в любом бизнесе, там, в Сбербанке, неважно, там, в любом абсолютно. Компания заработала, компания выплатила зарплату. То есть, по сути дела, это моя дополнительная зарплата. То есть, я изыскал дополнительные инструменты, помните, да, один из первых слайдов, на чем можно еще там зарабатывать, что можно делать, как преувеличить свои доходы. Да, ты можешь стать партнером полноценной компании меркетов, делиться, да, и за это компания тебя будет вознаграждать. То есть, она будет зарабатывать и делиться доходом. Все просто. Все абсолютно просто. Так, Sunrise программ. Давайте быстро пробежимся. Существует пять статусов Spark, Ray, Light, Shine, Sun, при которых вы можете получать дополнительный доход. Дополнительный доход с, начиная там с первой линии, при Ray добавляется еще одна линия и увеличивается доход. Это доход с доходом. Чтобы было понимание, тысяча долларов инвестору вас в первой линии принес, если вы имеете статус, например, Light, компания, например, заработала для инвестора 50 долларов. Давайте 100 долларов заработала компания с его инвестиций, соответственно, если он в первой линии, вы получаете 15 долларов. Да, и плюс еще не забываем, на каждые 10 тысяч долларов компания еще начисляет салат. Поверьте мне, рынок криптовалют огромный, он имеет огромную волатильность, поэтому здесь есть возможность компании хорошо заработать денег. Ну, амбассадору мы сказали уже, финансовая интеллигенция, это как раз наши интеллигенты, которые в костюме Adidas, вот, мы-то подготовились, Андрей, ну, может быть, да, он дал. Вот, подождите, Антон, как вас по-батюшке, но вы зря на самом деле. Вы же прекрасно знаете, что я все выпуски был в костюме и, в общем-то, ты скажешь? А сегодня уникальный выпуск, и поэтому ты сегодня в Adidas. Спасибо тебе, Андрей. Сегодня выпуск спортивный, да. Я очень люблю. Спасибо тебе. Андрей, спасибо за поддержку. Да, двигаемся дальше. Значит, а, Санни Мэн, Андрей, твоё слово, всё, мы заканчиваем вот этот последний слайд. Предпоследний. Вообще, я на самом деле хотел бы, если Сергей, Олежка здесь, предоставить по Сане Мэну ему слово, потому что он тоже очень грамотно об этом мог бы рассказать. Сергей, ты здесь? Сергей, да, буквально на 5 минут, прям, 3-5 минут. Спасибо. 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 Сергей, Андрей. Андрей, Андрей. Да-да-да, слушаю. Давай, пожалуйста, прям кратко про Санни Мэн, прям очень кратко и приходим к вопросу-ответу. Ну, хорошо, прям вкратце тогда расскажу. В рамках Санни Мэн каждый желающий может пройти курс обучения внутри компании Мир Кэпитал на протяжении 12 месяцев. Там есть 12 программ на разные темы от того, как развивать финансовую грамотность, заканчивая планированием времени, спортом, ну и так далее. Различные спикеры рассказывают каждый о своей сфере очень и очень грамотно и очень и очень подробно. И смысл в чем? Человек, оплативший Санни Мэн со скидкой, пройдя 10, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, да, или 11 отчетов в течение года получают свои деньги обратно. Соответственно, в результате, пройдя весь этот курс, обучение совершенно бесплатно. Это если вкратце, Антон, как ты просил. Я буду смотреть. То есть компания Амир Кэпитал у нас занимается не только просто жестко, скажем, грамотно, да, так, рубиловом бабла, но она еще воспитывает у нас наших инвесторов, да, то есть люди, которые хотят изменить свое мышление, хотят изменить себя, они могут пройти этот Санни Мэн, соответственно, в этом времени с его деньгами проработает компания, заработает, и еще есть возможность, если ты все четко прошел, да, все этапы прокачал себя, соответственно, ты можешь эти деньги забрать обратно, правильно? То есть там и английский, по-моему, и физкультура, и там все-все-все разные направления. Там 12 разделов, на протяжении года, там это все можно посмотреть, их сейчас нет смысла перечислять, они все интересные. Я вот единственное, что хотел добавить, не зря на этой картинке нарисован машина, то есть это не просто для красоты, она действительно будет разыгрываться среди участников всех этих марафонов, потому что это действительно уже просчитанная и внедренная в жизнь программа. Все, кто, еще раз подчеркиваю, все, кто, все участники прошедшей марафоны будут среди людей, для которых разыгрывается этот автомобиль. Отлично, хорошая новость. Ну что, друзья мои, мы заканчиваем с вами презентацию, да, еще раз, вот наши контакты, Андрей, Сергей, спасибо большое, что поддержали, давайте, наверное, перейдем к вопросу-ответу, сейчас можно уже закончить запись и включить всем там микрофоны. Останавливаю запись.